Абуду биллайху на шейтану рожим. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Альхимду лиллахи раббил ааламин. Вассалату вассаламу аля Ашрафа и Мурсалин, сайдина Мухаммаду аля алихи и асхабихи и аджмаин. Амма баад, дорогие братья и сестры, ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Итак, мы продолжаем цикл уроков по-тасавву. Напоминаю, что мы читаем книгу Хасана Афанди Кудесирруху, которая называется «Аль-Бурджу-ль-Мушайяда бин-Нусус-ль-Муайяда». И сегодня мы приступаем к третьей главе этой книги. Как мы знаем, глава в этой книге называется «Аль-Бурджу-ль-Бурджи». И сегодня мы приступаем к третьей главе «Аль-Бурджу-Салиту фи-джаоби мас-алатин», который отвечает на вопрос, есть ли разница страха перед плохим концом человека. Имеется в виду смерть в неверии, есть ли разница в страхе у того человека, у которого есть шейх и у кого нет шейха. Хасан Афанди Кудесиррух говорит, «Знай, дорогой брат, что страх от плохой кончины в муридах преобладает, нежели в других. Так как они видят величие Всевышнего Аллаха и знают, что Всевышний Аллах говорит следующее, в судный день Всевышний Аллах будет говорить, «Хау ля иля ннар ва ля убали». Так этих в ад, и мне нет дела до них. Этих в ад отправьте, и мне нет дела до них. Зная все это, страх от плохого конца будет великим у муридов. И также они бывают убежденными, то есть муриды шейха, истинного шейха муриды, бывают убеждены в том, что их деяния нечистые от разного рода примесей, которые портят их. Примеси имеются в виду душевные пороки, болезни, которые уничтожают просто наши хорошие деяния. Это такие, как показуха, самодовольство, гордыня и так далее. Также здесь говорится, что в адаме также они бывают убеждены, что они в основном совершают плохие деяния. В основном. И они боятся Всевышнего Аллаха и боятся плохого конца, подобно тому, как человек боится хищного зверя. До такой степени они боятся, то есть муриды, истинного шейха боятся, и вообще шейхи сами тоже боятся плохого конца, как человек боится хищника. И вот такое состояние у них преобладает, имеется в виду вот такой вот страх, днем и ночью этот страх их не покидает. Бывало так, что великие шейхи дариката, у них от сильного страха, у них вот чуть ли до инфаркта они не доходили. От сильного страха перед плохим концом. То есть боялись плохо кончить свою жизнь в этом мире. И это по причине того, что они каждый раз, когда поднимаются в макамах, то есть каждый раз, когда человек поднимается в степени, они боятся, что Иблис больше внимания будет уделять им. То есть чем ближе раб ко Всевышнему, тем сильнее борется с ним Иблис. И тем сильнее пытается сбить его с истинного пути. И так же они знают, что Иблис собирает свои войска шайтанов и делает все, чтобы человека сбить с истинного пути, наушает ему разного рода васфасы и и до такой степени эти васфасы бывают незаметными, что человек даже их не чувствует. До такой степени тонкими могут быть васфасы наушения шайтана, что раб даже может их не почувствовать. И естественно, он может пойти на поводу этих васфасов и заблудиться. Поэтому чем ближе раб ко Всевышнему, тем сильнее он боится плохого конца. Хасан Афан Кудисиру продолжает говорить, что имам Шаарани Кудисиру в своей книге Аль-Бахру Мауруд обращает наше внимание на следующее. И чем больше люди насыщают питанием свою душу, а это питание для души, это есть Зикру, Всевышнего Аллаха, поминание Аллаха, и чем меньше они дают пропитание своему нафсу, то есть чем больше люди борются со своим нафсом, а это борьба со своим нафсом, это что? Это когда человек делает все не ради своей выгоды, а только лишь ради Аллаха. Вот это получается борьба с нафсом. И вот тогда-то человек ощущает на себе, что он является самым низким из всех творений Всевышнего Аллаха, то есть он видит себя очень низким человеком. не видят, не видят, не представляют самих себя чем-то ценным, то есть максимально низкими видят сами себя. Когда Зикру больше делают, когда борются с нафсом все больше и больше, тогда человек начинает ощущать себя самым низким из творений. Если вы спросите, что такое борьба со своим нафсом, это когда человек делает все вопреки своим страстям. Когда идет против своего нафса, когда есть какие-то соблазны для человека, он от них отказывается и следует пути шариата. Также имам Раббани Ахмад Аль-Фарук Кудеси Руру сказал этот человек, о котором было сказано, что в этой умме подобного имаму Раббани мы не видели человека. То есть в свое время это был самым великим ученым, самым выдающимся человеком. И что же он говорил? Он говорит, что воистину искренний Мурид, правдивый Мурид, который является искренним во всех своих делах. это ангел, который на левом плече в течение 20 лет точку не поставил. Вот он Мурид Аль-Мурид Садих, то есть искренний Мурид. Вот таким должен быть, чтобы ангел в течение 20 лет точку не поставил, где пишут плохие деяния. И это, дорогие братья и сестры, не означает, что человек ни одного греха не совершил. Это означает, что как только согрешил, человек сожалеет осадения и тот час делает толбу. Вот это означает. И как мы знаем, ангел, который на правом плече, он является главным командиром является ангела, который на левом плече. И когда мы совершаем плохое деяние, ангел на правом плече говорит, ты подожди, не пиши пока это деяние. Если он в течение 6 часов толбу сделает, если он в течение 6 часов толбу не сделает, тогда можешь писать. То есть искренне мурит, он никогда толбу не откладывает. Как согрешил, сразу совершает толбу или хорошее деяние совершает. А теперь Хасан Афан Кудесиру говорит следующее. Теперь посмотрите, как Хасан Афан Кудесиру себя ставит на эти весы. То есть является ли он человеком, ангел которого в течение 20 лет точку не поставил в его тетради плохих реаний. он говорит следующее. А этот ничтожный раб Аллаха, который полон недостатков, он видит и чувствует, он прочувствовал на себе, что ангел на правом плече не нашел, что написать. То есть Хасан Афан Кудесиру думает, что ангел на правом плече у него ничего не смог записать, так как у него хороших деяний вообще нет. И в течение 20 лет, посмотрите, в течение 20 лет ангел на правом плече не нашел, что написать. Наше внимание обращает, что он это не говорит, чтобы показаться человеком таким праведным и так далее. Не из-за этого. Он говорит, что это я искренне говорю. Эти слова искренне от всего сердца я говорю, что я такой человек. Также он говорит, так же я на себе прочувствовал и я уверен в том, что кафиры намного лучше, чем я, намного лучше, намного степеней лучше, чем я. Вот такое ощущение у автора этой книги о себе. То есть он такого мнения о себе. И если вы спросите у меня, он говорит, почему ты так сильно себя упрекаешь, почему ты себя занижаешь таким образом, то у меня ответ тоже есть на все это. Я вижу себя человеком, который со всех сторон окружен плохими деяниями, ошибками. И даже если он что-то хоть совершил из хороших деяний, он думает, что ангел на левом плече более достойный записать это деяние. Также я себя ощущаю, говорит Хасан Афан Кудесиру, что ангел на левом плече у меня постоянно работает, то есть без отдыха, как будто что он работает, я вижу. Ангел на левом плече все время отдыхает и нечего ему записать. Также он знает, то есть автор говорит, он знает что тетрадь ангела на правом плече, который находится, это тетрадь пустая и на ней ничего не записано. А тетрадь ангела на левом плече, который сидит находится переполнена эта тетрадь. И нет надежды ни на что, кроме как на милость Всевышнего Аллаха, и нет ничего, что спасло бы его, то есть автора Хасана Афан Кулсир нет ничего, что спасло его, кроме как прощение, просьба о прощении Всевышнего Аллаха. И далее Хасан Афан Афан Кулсир автор этой книги приводит следующий дуа, который передается в книге Адур-руль-макнунат Аллах ма-магфирату ка-ауса миду-нуби Вот такой дуа следует нам тоже делать, дорогие братья и сестры. О, Аллах, Твое прощение намного больше, намного велико, чем мои грехи. И Твоя милость, и на Твою милость я больше надеюсь, чем на свои деяния. Посмотрите, какой очень красивый и сильный дуа. Дорогие братья и сестры, запомните, пожалуйста, О, Аллах, Твое прощение больше, чем мои грехи. И Твоя милость, и на Твою милость я надеюсь больше, чем на мои деяния. Также Имам Раббани в одном из своих мактубатов, в одном из своих писем говорит очень ценную речь, очень ценные слова говорит. Послушайте, и из всего этого, из того, что мы привели, имеется ввиду в книге, где он об этом пишет. Цель от всего этого изгару ниңмат льхак ли, субхан льву, это показать, как Всевышний Аллах наделил нас ниңматом, какими дарами Всевышний Аллах нас наделил. Вот это цель от всего написанного. Также это побуждение людей, которые стремятся вступить в тарикат и идти по этому пути это побуждение таких людей но ни в коем случае не показать себя лучше, другие. То есть много же бывает, когда автор в книге что-то пишет, много бывает, когда мы думаем, то есть много будет в этом тексте того, из-за чего мы начинаем думать, что автор хочет показать себя лучшим, чем другие люди. Он говорит, нет, это не цель. Цель просто показать, насколько Всевышний Аллах много ниаматов нам дал. И он говорит далее, познание Всевышнего Аллаха является запретным для того человека, который видит себя лучше, чем кафир. А как же тогда будет состояние человека, который видит себя лучше, чем великие имамы шариата и тариката? Подумайте, пожалуйста, над этими словами. Познание Аллаха является запретным тому, кто видит себя лучше, чем кафир. А как же будет, если он будет думать, что он лучше, чем великие имамы шариата и тариката? Ва митла кавлихи кавлиху кафиру минал агдаб подобные слова, вот то, что мы сейчас привели от имама Раббани кудеси руху, многие привели в своих книгах, говорится здесь. Например, Хали Чах, Махмуд Афанди и другие тоже. Кадда саллаху асрарахум. Ва который сказал ас-суфи Ана в ответ дает только самое красивое и самое лучшее. И вот этих слов интерпретация теперь такая что суфи это тот человек который видит что от него исходят только скверные деяния. Даже если относительно других людей из него исходит только все хорошее. То есть на взгляд самого суфи он самый плохой. На взгляд других людей которые увидят он самый лучший. Однако когда мы анализируем аяты Корана и хадиты пророка то мы узнаем что хороший конец человека и плохой конец человека они связаны с деяниями. связаны с деяниями имам Газали и говорит следующее если ты скажешь хотел бы я знать где я буду пребывать в судный день попаду ли я в рай или в ад посмотрите этот вопрос же должен мучать каждого из нас и какой же ответ на этот вопрос имам Газали рахм молха говорит есть признак по которому ты можешь успокоить себя по которому ты узнаешь где ты будешь пребывать в раю или в аду есть признак и он следующий ты посмотри и проанализируй свои состояния и свои деяния в каком состоянии ты сейчас пребываешь какими деяниями ты бываешь занят воистину каждому человеку облегчено то для чего он создан каждому человеку облегчено то для чего он создан если тебе добро дается легко совершение благого тебе очень легко дается ты не должен для этого напрягаться саму навстречу тебе идет все хорошее и доброе то тебе огромная радость воистину ты человек которого отдалили от ада если все хорошее тебе легко дается и ты совершаешь эти хорошие поступки а если ты человек который намерился сделать что-то хорошее но перед тобой становится столько преград которые ты не можешь преодолеть то есть все тебе мешает совершить что-то благое а как только ты захочешь совершить что-то плохое оно тут как тут рядом оказывается и ты с легкостью можешь его совершить то знай что ты человек ну в общем незавидное у тебя положение знай что тебе предписан ад вот так дорогие братья и сестры вот по этим признакам мы можем определить где мы будем находиться в судный день и более того здесь для подтверждения того что мы сейчас сказали говорится что вот указание наших деяний на то где мы будем находиться вот по этому примеру который мы привели оно подобно указанию дождя на то что сейчас будут произрастать разные растения то есть мы же точно убеждены что когда дождь пошел значит трава будет расти значит урожай будет свести вот точно как мы это знаем вы знаете говорится здесь что это есть признак если мы хорошие совершаем и она нам легко дается значит мы в раю будем если мы плохое совершаем и это плохое нам легко дается значит мы будем в аду упас упас всевышний Аллах на всех от ада а также говорит в одолете духани аля нар также как подобно тому как дым указывает на то что есть огонь где-то также эти признаки указывают на то каким будет у нас пристанище в судный день очень легко Всевышний Аллах нам говорит что совершающие добрые поступки будут находиться в раю совершающие плохие поступки будут находиться в аду поэтому поставь себя на эти весы которые в этом аяте приводятся на эти весы себя поставь совершаешь ли ты добрые деяния даются ли себя они легко или нет если да то ты в раю если они тебе легко даются и ты совершаешь их а если ты хочешь совершить добро но оно тебе не поддается то тогда уже надо очень печалиться об этом плакать просить Всевышнего чтобы он жалился и проявил свою милость в отношении тебя имам раббани тоже говорит целью вступления на путь тасауфа вот это очень важный момент обратите внимание целью вступления на путь тасауфа является увеличение якина якин это непоколебимая вера то есть такая вера человека которую невозможно изменить это такая вера сильная о чем эта вера о том что все что в шариате нам передано что это является истиной то есть истинности всего того что есть в шариате из вероубеждений из ибадатов и так далее и это все является алятихи хадикат уль-иман который является сутью имана то есть суть имана в чем заключается в том чтобы человек был убежден в том что все предписания шариата они являются истинными а также обратите внимание какова цель тасауфа какова цель вступления на путь тасауфа это чтобы человеку легко давалось совершение всех шариатских предписаний чтобы он с легкостью мог это все совершать в этом состоит цель тасауфа дорогие братья и сестры и ничего больше единственное вот это чтобы нам было легко совершать все по шариату это есть цель тасауфа пусть же Всевышний Аллах даст нам талфиq пусть поможет нам вступить в тарикат идти по этому пути правильно искренне и дай Аллах нам легкости в совершении всего благого и в следовании шариату вальхамду лиллях и храм Продолжение следует...